Здравствуйте! Время новосибирских новостей. Ключевых событий дня узнаете в ближайшие 17 минут в студии Анна Протоковила. Смотрите сегодня в нашем выпуске. 115-ю школу будут отапливать от геотермальных источников. Специальный насос установят вместо дизельной котельной. Что делать, чтобы глоукома или злокачественная опухоль не привели к слепоте? Автальмологи за Уралья собрались в Новосибирске. Две постановки новосибирских театров претендуют на высшую награду. За золотую маску борются глобус и музыкальный театр. Впервые в новосибирске школу переводят на теплоснабжение от геотермальных источников. Сама земля будет согревать учеников 115-й уже в следующем учебном году. Сейчас на пришкольной территории бурят скважины, затем в них установят трубы и подключат геотермальный насос. Об эксперименте и экономии расскажет Михаил Якимов. Сейчас кабинеты и коридоры 115-й школы согревает дизельная котельная. Источник тепла не самый экологически чистый и недешевый. Ежегодно на топливо тратят 3,5 миллиона рублей. И все деньги в трубу. Альтернативы до недавнего времени не было. Но скоро школу будут согревать теплом из-под земли. Здание школы расположено в частном секторе. И подвести коммуникации тепловые невозможно. И рассматривались различные варианты. И вот остановились на геотермальных установках. Это прежде всего экологически чистая установка. Абсолютно безопасная для образовательного процесса для учащихся школы. Еще один плюс установки – ее экономичность. Для геотермальной системы отопления топливо не нужно. Затраты на самооборудование и его обслуживание около 13 миллионов рублей. Окупятся за 4 года. Источник тепла в сибирской земле. Похоже на фантастику. Специалисты уверяют – это реальность. В скважине опускается зонт, двухтрубный зонт, по которому двигается теплоноситель. В земле, как нам известно, 5-6 градусов тепла. Теплоноситель забирает это тепло, приносит это тепло в тепловой насос. Там уже тепло, полученное из нескольких десятков скважин, возрастает до 60 градусов. Этого достаточно, чтобы обогреть небольшую двухэтажную школу. Мы планируем реализовать весь проект уже к следующему учебному году. То есть в следующую зиму школа будет уже отапливаться за счет вот этой вновь системы. Резервирование предусмотрено, хочу сразу сказать. Потому что первый вопрос – насколько надежно это все. Эксперты отмечают, что система надежна. В Томской области с помощью геотермальных установок уже отапливают школу и несколько детских садов. Если в Новосибирске эксперимент будет удачным, опыт можно будет применить и для других небольших школ и детсадов. Михаил Якимов, Евгений Макаров. Новосибирские новости. Новосибирцы стали исправнее платить налоги. Общая задолженность горожан и предприятий перед бюджетом снизилась на 14% и составляет 30 миллиардов рублей. В службе напоминают имущественные налоги на недвижимость, землю и личный транспорт. В этом году нужно уплатить до 3 декабря. В бюджет должно поступить почти 3,5 миллиарда рублей. Больше половины этой суммы – транспортный налог. Однако бюджет региона пополняется в основном за счет других налогов. Основными доходными источниками консолидированного бюджета являются два налога. Отмечу, пока я говорю о консолидированном бюджете. Это налог на прибыль и налог на доходы физических лиц. Они где-то 65% всех доходов обеспечивают. Зачем нужна система учета пациентов с глаукомой? Новосибирские врачи рассказали о своем опыте лечения этого заболевания. В городе впервые проходит конференция специалистов по болезням глаз со всего за Урали. Приехали и врачи из ведущей московской клиники института имени Гельмгольца. Александр Сульдин. Подробнее. Ведущие офтальмологи страны и начинающие врачи. Впервые в Новосибирске форум специалистов по зрению со всего за Урали. Темы все актуальны, поэтому пропустить такую конференцию мы просто не могли. Мне больше интересна сетчатка, патология сетчатки. То есть тоже это будет завтра, полный день посвящен этому, поэтому я увижу все, что мне надо. Большой десант из института глазных болезней имени Гельмгольца, ведущей клиники страны. У нас есть и методы химиотерапии, все необходимые в России, и методы локального разрушения, такие как облучение опухоли локальное, лазерные операции. Ну, в общем, весь спектр. Десятки докладов, методы лечения злокачественных опухолей глаза и близорукости. Новосибирцы преуспели в борьбе с глоукомой. Это снижение чувствительности в тяжелых случаях атрофия зрительного нерва. В областной больнице создана уникальная система учета – регистр пациентов с таким диагнозом. Их постоянно обследуют, если нужно, меняют тактику лечения. Это 10-граммовый грузик. Он смазывается специальной краской. Болезнь может привести к слепоте. Ее причина – повышение внутриглазного давления. Его измеряют при помощи маленьких гирек, специальной краски и бумажного квадратика. Измерять глазное давление должен каждый человек, которому исполнилось 40 лет. То же самое нужно сделать незамедлительно, даже если вы еще не разменяли четвертый десяток, но почувствовали, что видите хуже и как будто в глазу соринка. Врач Александр Костенко сообщает – давление нормальное. Говорит, если бы нашли отклонения, обследование и, возможно, попадание в регистр больных. Если ранняя стадия, лечение достаточно простое. Если запущенная глоукома – операция. В день поступает, допустим, 40-50 человек. Они на следующий день оперируются. Если все нормально после операционного периода, легкие, то либо на следующий день, либо через два дня выписываются. Выписывают быстро, потому что здесь используют и лазер, и эндоскопию. В этом году в тальмологическом отделении областной больницы уже сделали 16 тысяч операций. Александр Сульдин, Олег Мощевитин. Новосибирские новости. Новосибирцы проверили свои знания о народах мира, нашей страны и региона. Сегодня они участвовали во всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Его писали на 12 площадках города. Одной из них стал технический университет. Наша страна многонациональна. Здесь очень много представителей разных наций. И поэтому, раз мы живем вместе на одной территории, нам нужно знать чуть больше друг о друге. По опыту прошлых лет вопросы довольно-таки специфические. И, как мне кажется, с моей точки зрения, что это является больше привлечением внимания к тем вопросам, которые есть в этом тесте. Когда ты видишь вопрос, на который ты не можешь ответить, ты лезешь смотреть, узнавать и интересоваться. Проверить свои знания может каждый. За 45 минут необходимо ответить на 30 вопросов, 20 одинаковые для всех и 10 уникальные для каждого региона. Если не удалось написать диктант на площадке, то до 5 ноября на официальном сайте акции организовано онлайн-тестирование. Результаты диктанта подведут к 12 декабря. Многие участники пришли сегодня за новыми знаниями. Мне интересно было узнать, что это за мероприятие. Просто интересно. Я думаю, что узнаю, скорее всего, больше нового, чем выдам каких-либо знаний своих. В Львове очень нужно знать культуру других народов, как минимум, потому что мы живем в многонациональной стране. Все, что связано с русским языком или вообще с русской культурой, этнографией, если она, то меня это тоже интересует. Я думаю, вообще стоит как-то поднимать культуру, все, что связано с нашей культурой, в принципе. К этому нужно больше людей внимания привлекать. Пускай они знают, пускай они интересуются, пускай они сами себя развивают в этом плане тоже. В Москве объявили номинантов на национальную театральную премию «Золотая маска». Новосибирские спектакли представлены в 12 номинациях. Среди них ключевые лучший режиссер, мужские и женские роли, лучшие спектакли среди драматических и музыкальных постановок. Подробности у Екатерины Макаркиной. Два новосибирских театра «Глобус» и «Музыкальный» оказались в центре внимания столичного профессионального сообщества. Их спектакли номинировали на, пожалуй, главную театральную премию страны «Золотую маску». Даже если у нас и не будет каких-то таких побед, то то, что мы все равно номинированы, я считаю, что это очень почетно. То, что тот или иной театр отмечен таким вниманием, общественным вниманием, это уже является определенным достижением как самого театра, так и всего города. У Музыкального театра «Новосибирска» 9 номинаций за «Римские каникулы» – премьеру прошлого сезона. Для труппы такой куш – не новинка. Сейчас на их счету больше 50 номинаций и 10 масок. Я впервые номинирован на «Москву» я ездил дважды. Это совсем другая теперь степень ответственности. В связи с этим есть, конечно, некоторые переживания. Но это все очень приятно. В «Глобусе» сегодня чествуют Светлану Грунину – самую работоспособную актрису. В прошлом сезоне девушка отыграла 186 спектаклей. Приз за лучшую женскую роль в пианистах она уже взяла на транзите. Тогда же пианистов признали лучшим спектаклем. Теперь номинации повторились на «Маске». Актриса уверена – все благодаря Борису Павловичу. Его, кстати, номинировали как лучшего режиссера. Спектакль сложился совершенно особенным. Как для его участников, так и для зрителей. У нас нет такого, что мы явно показываем, как зритель должен относиться к той или иной ситуации, к тому или иному персонажу. Мы не показываем этот плохой, этот хороший. Мы просто отдаем ему это. И зритель сам уже решает, что в него попадает. Золотая маска для русского театра – то же, что и Оскар для голливудского кино. Список номинантов становится списком обязательного к просмотру. Так же, как и об Оскаре, о результатах маски можно спорить бесконечно. Но ждать их в Новосибирске будут с нетерпением. Победители объявят в апреле. Екатерина Макаркина, Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Проект «Новосибирск. Город-музей» стал лауреатом международного конкурса «Мехико. Культура 21 века». Сегодня Анатолий Лукоть поздравил коллектив «Музей Новосибирска» с победой. Мы сделали специальный видеоролик, представили себя, представили наши проекты, такие как «Свеча памяти», «Ночь музеев», потом наши экскурсии городские и другие проекты. И после этого мы уже все это отправили по общей заявке в «Мехико». Перед конкурсантами стояла задача рассказать о проектах, которые реализовали в течение пяти лет. Заявки на участие подали около сотни городов из 60 стран. Новосибирск стал первым в России городом, который удостоили этой премии. Награду получили Уругвай, Палестина и Южная Корея. Несмотря на то, что заявку подал музей, лауреатом конкурса стал именно город. Старались выбирать проекты, которые несут какую-то определенную оригинальность, и которые имеют какую-то новизну, нестандартность в подходе. И, конечно, тот публичный охват территории, который предполагается. И заявителями были практически в основном это муниципалитеты или крупные культурные организации. Мы были единственным музеем, который проект представил. Режиссер Михаил Сигал представляет в Новосибирске свой новый фильм. У картины загадочное название «Слоны могут играть в футбол». Многие называют ее новой версией Лолиты. В чем сходство фильма и романа Набокова, и при чем тут слоны? Выяснить это попыталась Анна Буянова. Ему немного за 40, а она еще ходит в школу. Так на экране кинотеатра «Победы» начинается история современной Лолиты. Ну, многое в этой жизни бывает в первый раз. Фильм режиссера Михаила Сигала условно разделен на три части. В каждой главный герой Дмитрий встречает девушку вдвое моложе себя. Завязываются романтические отношения, но заканчиваются так же быстро, как и начались. Молодая сколько лет? Ну, какая разница. Фильм «Слоны могут играть в футбол» – это тонкая драма. Название так же многозначное, как и сама картина. Здесь и высокий романтизм, нотки эротизма и юмор. Здесь все. Это такая сложная составная метафора, которую до конца за хвост не ухватить. Она вот до какой-то степени символична, чтобы комментировать тему фильма. Но, с другой стороны, она вот скорее образная, чем символична. Герои, проблемы и мир, показанные режиссером, легко узнаваемы. Но «Слоны могут играть в футбол» – непростая история. В ней много вопросов. Отвечать на них зрителю придется самостоятельно. И режиссер позволяет публике выбрать правильный вариант, не навязывая своего. Просто представьте себе, что это не три минуты сейчас, не три минуты вообще, а последние три минуты вашей жизни. «Слоны могут играть в футбол» – фильм-участник международных кинофестивалей. История ли это современной лолиты или же история о мужском одиночестве? И при чем здесь «Слоны»? Ответы зрители могут найти для себя во время просмотра. Анна Буянова, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Почему дети все реже читают книги? Таким вопросом задались корреспонденты городского школьного телевидения и отправились на фестиваль литературы в ГПНТБ. Среди посетителей оказалось на удивление много детей. Какие книги им нравятся и почему прививать любовь к литературе важно с раннего возраста? Ответы в нашей традиционной рубрике «Детские новосибирские новости». С детскими книгами знаком каждый ребенок. Агнея Барто, Маршак и их последователи делают детство познавательным и интересным. Но сейчас на смену книгам приходят мультики и интернет. Дети не должны перестать читать. Книги, прикованные цепями к полкам. В древние времена – обычное дело. Сегодня – удивительный факт. Стеллажи магазинов пестрят разноцветными обложками. Жанры, авторы – на любой вкус. Заблуждение, что с возрастом интерес к книгам ослабевает. Но такую полезную привычку нужно прививать с детства. Любого читателя надо растить. По мере взросления ребенок начинает уже сам ориентироваться в этом книжном пространстве, куда он привык ходить. Ну, а книги, они помогают чему? Они помогают духовному росту. Я люблю книги. А какие книги тебе нравятся? Энциклопедии. Ты любишь читать энциклопедии? Да. А какие сказки тебе нравятся? Ну, такие, которые… там, например, где индинороги, феи и русалки. Наш город известен крупнейшей библиотекой за Уралом. ГПНТБ в этом году празднует свой юбилей. Здесь стал традиционным международный фестиваль «Книжная Сибирь». Программа фестиваля насыщенная. Встречи с писателями, открытые лекции и дискуссии. Отдельное внимание в детской литературе. Алина Кравченко, Ирина Савелова. Специально для Новосибирских новостей. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна», частота 101,4 FM. А на сайте nsknews.info узнаете о том, где проголосовать за новые названия остановок в нашем городе. На этом все. Хороших выходных.